Тепло и свет, пожалуй, самые необходимые ресурсы жизнеобеспечения, тем более в северных условиях. По иронии судьбы, в эту морозную пору, в один из самых коротких световых дней в году, свой профессиональный праздник отмечают работники тепла и энергоснабжения. Подробнее о праздновании в Якутске расскажет Иван Подойницин. Чтобы прожить 9 морозных месяцев на полюсе холода, нужна хорошая трехмесячная подготовка к отопительному сезону. Заполярье ошибок не простит, если населенный пункт вдруг замерзнет или останется в потемках, рассказал нам начальник Амиконского РЭС Скорбыкин Иннокентий Дмитриевич, уже 22-й год греющий и освещающий свое село. Случаи бывают разные, да. Температуры низкие до того, что дистопливо в трубопроводах начинает остывать. Оборудование, которое на испытания может не выдержать этих нагрузок. Население практически на севере. Я считаю, что не должно знать про наши проблемы. И они должны включить в розетку какой-нибудь прибор или выключатель. И должна загораться лампочка и обеспечить быт. Коллективы энергокомпаний сегодня по традиции чествуют ветеранов отрасли, награждают отличников службы, намечают планы и подводят итоги в торжественной атмосфере. А у республиканских энергосетей год прошел результативно. Удалось расширить зону своей ответственности, охватив населенные пункты с суммарным населением примерно в 105 тысяч человек. В начале года Сахаэнерго приняла эксплуатацию 21 дизель-электрическую станцию. Если раньше мы оперировали на территории 2,2 миллиона квадратных километров, теперь эта территория равна 2,4 миллиона квадратных километров. Энергия судьбы посвящена энергетике республики. В рамках профессионального праздника свою автобиографическую книгу презентовал основатель и бывший генеральный директор Сахаэнерго. Я работал в трех крупных предприятиях в своей жизни. Я начинал работу в Якутске Золото, которой сейчас нет. Потом я работал в Якутске Тащитрое, этого предприятия также нет. Ну и работал в последние 20 лет в системе Якутске Энерго. Формат он небольшой, поэтому коротко я перевел факты, как создавалась Сахаэнерго, как я работал, кстати, в Льюиске ГЭС-3 после долгого стояния, или, скажем так, когда эта станция была заморожена, меня назначили директором Льюиске ГЭС-3, и как мы эту станцию реанимировали. И выходя на пенсию, я подумал, надо поведать детям, внукам и знакомым о моей жизни. Иван Вадоницин, Юрий Филиппов, НВК Саха, Якутск.